здравствуйте дорогие друзья приветствую вас уважаемые дамы и господа спасибо вам за внимание к серии наших видео советуем что посмотреть последний выпуск этой серии собрал более тысячи просмотров еще раз благодарю вас а сегодня я предлагаю вам вспомнить что называется красавцев мужчин нашего кино и театра средины двадцатого века это были не просто аристократы духа это были не просто великие поистину великие мастера это как сказал один режиссер были актеры которые умели носить фраз анатолий петрович кторов он вообще-то родился викторовым но отбросил две первых буквы и фамилия стала звучать еще более театрально анатолий кторов его поклонницам было несть числа люди рвались на его спектакли и в кинотеатре где шли фильмы с его участием даже родилась такая поговорка улыбаться как кторов это был человек который в второй плане своей жизни сыграл на сцене художественного театра роль джорджа бернарда шоу в замечательной песке джерема киллти который воспроизводила переписку шоу и актрисы патрик камбелл так вот показали в англии и англичане сказали это шоу я хочу вам посоветовать один из первых фильмов с его участием где он снимался со своим другом игорем ильинским фильм снят яковом протазановым режиссером который чуть позже снимет его в роли паратова в экранизации беспредельницы а я вам предлагаю посмотреть картину 1026 года где он играет мошенник и вообще рядом с оборванцем ильинским вот такой дэнди кторов смотрелся еще более великолепно фильм называется процесс о трех миллионах и так яков протазанов анатолий кторов 1926 год процесс о трех миллионах леонид леонидович оболенский фильм который я вам советую посмотреть его участие называется на исходе лета снял его рубен мурадьян в 1979 году оболенскому было 77 за главную роль в этой картине он получил приз на фестивале в монте карла а жизнь его начиналась просто как праздник один из его учителей и соратников лев палишов сказал что оболенске замечательный актер сценарист режиссер танцор историк искусства инженер и это все было правда и всюду он достигал невероятных успехов а потом случился фашистский плен лагерь и довольно большой период почти 20 лет когда его не то чтобы боялись снимать но как-то в общем он выпал из обоймы звезд советского кино но вспомнили потому что вот как я уже говорил тех кто умеет носить фраг не так уж много хотя в картине кота вам советую посмотреть врачных дел не будет но даже через черты обыкновенного немолодого русского человека поступает вот этот самый аристократизм которым он и прославился и так леонид оболенский в фильме на исходе лета 1079 год режиссер давид мурадян михаил михалыч названов актер который в эти в 17 лет выходил на сцену малого театра и театра художественного вообще мама была певицей и мечтала о том чтобы сын стал пианистом и может они выступали вместе пианистом он не стал но кстати очень хорошо пел и выступал в концертах помимо того что блистал на сцене и на экране он прожил до обидного мало всего 50 лет посмотрите на это лицо помните это же клавдий из гамлета козинцева это курбский из ивана грозного из эйнштейна одним словом он был способен сыграть такое что далеко не каждый мог осилить но и у него случился лагерь ну в общем те времена были достаточно сложными и может быть это и подорвало его здоровье и поэтому он прожил не так много я хочу посоветовать вам посмотреть дебютную картину названного это жди меня фильм александра столпера по сценарию константина симонова 1943 год это был фильм который сегодня бы назвали культовым его смотрели и на фронте и в тылу и он был такой духоподъемной силы что и сегодня он смотрится с большим интересом и сочувствием к его героям посмотрите михаил названов фильме жди меня режиссера александра столпера по сценарию константина симонова 1943 год эдуард евгеньевич марцевич более 100 ролей в кино десятки успешных работ на театральных сценах но наверное первое и самое мощное впечатление он породил выступив в роли гамлета в том эпохальном спектакле охлопкова в театре который сегодня носит имя маяковского спектакль ставился по пьесе которая была но как бы не рекомендовано в определенные времена и только охлопков мог протащить гамлета смешно но это так на сцену пригласив на главную роль евгения самойлова замечательного русского актера но который славился своими ролями командира в красной армии и против с ним было можно потом в этой роли играл михаил казаков но с моей точки зрения самая интересная трактовка это было именно работа марцевича потому что если самойлов это все-таки был командир красной армии казаков это был некий бунтарь а марцевич это и был гамлет человек ищущий ответы на вопросы которые разрешить практически невозможно он замечательно выступал в классическом репертуаре и мы хотим вам посоветовать посмотреть фильм по пьесе оскар уальда идеальный муж замечательный фильм в котором снимались и юрий яковлев и дмила гурченко но марцевич там играет лорда горинга и вот вы знаете мало кто из наших актеров честно говоря умеет играть лордов марцевич умел и вы сейчас в этом убедитесь итак 1980 год режиссер виктор георгиев эдуард марцевич в фильме идеальный муж иннокентий михалыч смоктуновский многие считают его главным актером русской сцены 20 века и с этим нельзя не согласиться вы знаете я счастливый человек мне повезло общаться с ним недолго но достаточно серьезно и когда-то находился рядом с ним ты не мог не чувствовать что ты общаешься с чем-то ни на что не похожим удивительно мощным и в то же время очень мягким мы конечно помним его гамлета мы конечно помню фильм рома девять дней одного года судьба смкновского было непростое начал довольно поздно но успел сняться в таких картинах выйти на сцену в таких ролях что об этом можно говорить и говорить писать и писать достаточно вспомнить только две его работы это князь мышкин в легендарном спектакле большого драматического театра в ленинграде и царь федор иванович в малом театре вот эти свои две работы он ценил и еще он ценил свою встречу с анатольевичем эфросом одним из главных режиссеров нашего театра того времени вот фильм который они создали вместе мы и советуем вам посмотреть он называется в четверг и больше никогда снятым по сценарию андрея битова в нем играют замечательные олег даль любовь добрыжанская вела глаголева одним словом это картина блещущие актерскими работами ну главным наверно фокусом этого фильма являлся инакентий михалыч и так в четверг и больше никогда 1977 год режиссер анатолий эфрос в одной из главных ролей инакентий михалыч смоктуновский ну вот мы советуем вам посмотреть пять картин о которых шла речь чтобы лишний раз убедиться какого разнообразия какой мощи какой эффектности в конце концов была русская актерская школа в двадцатом веке конечно в одном из следующих видео мы поговорим об актрисах того же времени там не меньше всего интересного и вам советую смотреть хорошее кино и никогда не болеть меня зовут Сергей Сидоренко пока